Допустим, к вам в руки попала зараженная флешка. При заходе на эту флешку мы не видим привычных нам файлов. На ней расположен лишь ярлык с названием этой же самой флешки. Но если навести на нее курсор, то мы видим, что ссылается он не на файл или папку, и уж тем более не на флешку, а на командную строку. Причем если зайти в свойства ярлыка, то мы видим, что ярлык не просто открывает командную строку, а выполняет в ней еще и команду на запуск вредоносного кода. Поэтому запускать этот ярлык ни в коем случае нельзя, иначе вы моментально заразите свой компьютер. Далее я расскажу о том, как избавиться от этого вируса и вернуть флешку в исходное состояние. Начнем с того, что помимо ярлыка с названием флешки, в ее корне находятся также несколько папок, которым присвоены атрибуты скрытый и системный, благодаря чему при обычных настройках компьютера мы их не видим, но по-прежнему имеем возможность в них зайти, минуя ярлык. Одна из этих папок и хранит пользовательские файлы. В этом можно убедиться, прописав в адресной строке ее название, нижнее подчеркивание. Как видите, все файлы в целости и сохранности. Сам по себе вирус очень простой, и вылечить флешку, зараженную таким вирусом, не составит особого труда. Для начала нужно скопировать файл, который позволит включить видимость скрытых папок. И запустить его. Копировать файл нужно в корень флешки. После того, как мы его откроем, через некоторое время отобразятся все скрытые папки. Среди них уже знакомая нам папка с названием нижнее подчеркивание, содержащая пользовательские файлы. Также папка с названием Windows Services, в которой лежат файлы вируса. Именно на файлы, лежащие в этой папке, ссылается зараженный ярлык. После отображения скрытых папок, нужно удалить файлы, при помощи которых мы их отображали. Папку Windows Services, содержащую вирусы. И также сам ярлык, содержащий ссылку на эти вирусы. Папка System Volume Information является системной. И при желании можно удалить и ее. Хотя компьютер все равно позже создаст ее заново. После удаления вируса, перемещаем содержимое папки нижнее подчеркивание в корень флешки. А затем удаляем эту папку. На этом лечение флешки можно считать завершенным. Однако, на данный момент, ничто не защитит ее от повторного вторжения вируса. Поэтому на любую флешку, которую планируется подключать к зараженному компьютеру, нужно сначала поставить защиту. Для этого копируем в корень флешки второй файл. И запускаем его. Затем следуем инструкциям. После этих действий, на флешку установится защита от вируса. Осталось лишь удалить файл, при помощи которого была включена защита. Теперь, даже при подключении к зараженному компьютеру, на флешку вирус попасть не сможет.